итак дорогие друзья всем добрый день с днем победы с днем победы всех поздравляю с днем победы и сейчас мы будем изучать седьмую главу так отлично и так дорогие друзья все собираемся прямой эфир день победы самый лучший отметить день победы это изучать тору изучать тору потому что в ней в ней залог всех побед не залог всех успехов софия гардман шалом welcome да и мы продолжаем серию прям серию рука у нас уже сегодня 45 урок представляете 45 занятия подряд подряд это это постоянство это системность это вообще очень серьезно уже заявка на звание изучающих тору системно то есть тот кто изучает системно это совсем другое дело чем тот кто изучает бессистемно начинать есть по отношению к торе заповеди учи тору обучать торе и как мы уже знаем то рассвет она учения и вообще на трех вещах стоит мир наталья на молитве и на добрых делах и еще написано что изучение торы это напротив всех остальных заповедей то что это значит это значит что если бы мы не изучали торм мы бы не знали бы какие есть еще заповеди откуда мы знали к и типа видеть то есть о заповедях уволи всевышнему он нам сообщил вторе поэтому изучение тора и изучение торы это и есть постижение ночами воли творца а потом выполнение значит мы уже закончили 6 глав притчи мишли притчи царя соломона 6 главно уже прошли всего 31 глава и принципе нам осталось если 45 уроков это 6 глав то получается в среднем на главу это 77 с половиной уроков на главу у нас проходит 7 уроков на главу грубо говоря да то есть нам осталось до конца притчи значит 31 минус 6 25 глав 7 главно 7 уроков на главу значит 25 на 7 185 уроков если каждый день проводить без шабатов это 30 недель 30 недель нам осталось 30 недель всего да то есть 30 недель если правильно посчитал по 6 уроков в неделю 180 уроков да и мы может быть закончим закончим притчи это будет интересно и так значит для тех которые с прошлого урока ожидают продолжение истории про царя давида мы изучили что царь давид он попросил у бога испытания и когда бог ему дал испытания как у праотцов то он не знал что делать потому что это было очень сложно принять решение прям реально ему было так сложно принять решение когда этой или из двух хороших вещей тяжело выбрать из двух плохих тяжело выбрать легко выбрать когда там плохо тут хорошо тогда это не выбор вообще да то есть это это вообще не выбор и этим объясняется как раз то что бог так сделал что вот заповеди это заповедь вечная жизнь служение богу это самые высшие дела в мире но не Не было бы тогда свободы выбора, если бы все остальное было плохим. Бог так сделал так, что все остальное кажется хорошим. То есть все остальное кажется хорошим. Кажется хорошим какие-то там заманчивые разные вещи этого мира. Особенно запрещенные вещи вообще кажутся хорошими. Он специально их наделил такой иллюзией притягательности. Так работает Ецерара, что мы представляем себе воображение, что плохие вещи, они очень хорошие, для того, чтобы был равноценный выбор между заповедями, которые точно хорошими. Любой человек понимает, что служить Богу, вечная жизнь, это лучше, чем идти против Бога и не иметь вечную жизнь. Логикой каждый понимает. Но сердцем, эмоциями, человек думает, ну блин, так же приятно есть запрещенную еду, так же приятно там что-то другое делать. А тут вот эти вот заповеди, ничего в них нет такого приятного, да? И создается равноценная ситуация, в которой те, кто выбирают Тору и заповеди, они получают все призы. Вот так Бог сделал правила игры. Понятно, да, идея? И, значит, тот, кто изучает Тору, он усиливает свое интеллектуальное составляющее, да? То есть у него идет божественный свет. И написано, что тот, кто идет к свету, к Богу, тому помогают. Тот, кто идет в другом направлении, ему не мешают. То есть тоже сохраняется равновесие. И также есть такое еще интересное правило, что в Пертьевод мудрецы нас учили, что беги за заповедью, да, беги за заповедью и убегает преступление. То есть из этого текста понятно, что заповедь, тебе надо за ней бежать, то есть тебе нужно напрягаться, а преступление, оно за тобой гонится. То есть оно не надо тебе, чтобы усилий прилагают, да? Преступление идет на автомате. Хорошо. Значит, у нас сейчас продолжение про царя Давида. Царь Давид попросил испытания именно на уровне испытаний про отцов. Там был очень тонкий уровень, прямо Бог их проверял, как они слышат Бога. И когда Бог ему поставил вот эти вот ситуации, где ты не понимаешь, что выбрать, ну, то есть я рассказывал вчера, да, о всех его выборах. И он выбирал, стараясь преуменьшить свое преступление перед Богом, потому что у него любой шаг был преступлением. То есть Бог его поставил в такую ситуацию, что направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, ногу потеряешь, направо пойдешь, руку потеряешь. То есть куда ты не пойдешь, ты по-любому потеряешь. И он выбирал терять больше сам, но что бы ни было, там, осквернение имени Всевышнего, он все это выбирал. И в итоге, в итоге, пророк к нему пришел и сказал, что ты согрешил. А раб Иуда в Талмуде сказал, что нет, говорит, кто сказал, что царь Давид согрешил, ошибается. Противоречие опять получается. Как так? Тут пророк от Бога сказал, что он согрешил, а тут раб Иуда говорит, что он ошибается. Кто скажет, что он согрешил. Ответ здесь такой, что есть правила Торы, которые установил Бог. И эти правила Торы идут в этот мир. Значит, теперь есть мудрецы Торы, есть люди, которые эти правила изучают, и они должны их соблюдать. Теперь есть ситуации, когда зависит решение, да, зависит от того, как действуют люди. Что имел раб Иуда? Вот смотрите. Значит, когда царь Давид увидел Батшиву и увидел, что от нее должен пойти Машиах, увидел, что она должна быть его женой, то есть он же был пророк, он все это видел. И он стремился сразу выполнить волю Всевышнего. Но она была замужем. Она была замужем за Урией. Урия Хитийц. И этот Урия Хитийц был в это время на фронте. И когда царь Давид, он увидев, что это его жена, и Машиах, Вивонт Машиахнау, он хотел Машиаха сразу привезти, не ожидая ни секунды. А она замужем. Так это же преступление. Мы же учили всю шестую главу в конце. Вообще на этих женщин замужних нельзя ни смотреть, ни трогать. Как же так? Но, но, когда по закону, когда в армию уходили в то время солдаты, они писали жене разводное письмо. Такой дед. Дед это разводное письмо. Что вот я ухожу в армию, и если я не вернусь, или меня убьют, или просто я не вернусь, там мало ли, в плен взяли, там еще что-то такое, да. Чтобы не оставлять женщин замужними, и чтобы они могли выйти еще раз замуж, то солдаты писали им письмо. Что если я не вернусь в течение такого-то времени, или погибну, или вообще не вернусь, да, пропал без вести, то с момента, как я ушел, ты свободна. То есть, именно прямо стояло такое условие, как договор при условии, что я не вернулся в течение, там, двух или трех лет, или года, там, ну, я не знаю, какой срок они писали. Значит, ты свободна с того момента, как я ушел. Значит, теперь Урия Хитиец ушел на фронт, и отставил ей такое письмо. У него лежит это письмо, что она свободная женщина с момента, как он ушел. Теперь царь Давид ее видит. По статусу Урия Хитиец еще жив, значит, и она замужем. Теперь, когда он выбирает, что все-таки Машех важнее, то есть, он выбирает, что Бог как будто бы ему сказал, показав, что от нее пойдет Машех, что это, он должен это сделать. Он так подумал для себя. Он это делает, а потом он понимает, что, секундочку, а как же так, это же будет осквернение имени Всевышнего, если скажут люди, что царь Израиля, он так поступил, жена офицера, вообще. И он, значит, зовет Урия обратно, чтобы Урия зашел домой. Помните, рассказывал? Теперь, если бы Урия Хитиец зашел домой, то тогда он вернулся с фронта. Все. Но он-то не зашел домой. Он домой не зашел, а он сказал царю Давиду, я не пойду домой. И этим он нарушил еще один закон Торы, по которому тот, кто нарушает приказ царя, тот, кто не слушается царя, то царь даже не имеет права его простить. То есть, прямо написано, что, как бы, почет царя, это не принадлежит царю, это Бог его поставил. То есть, не имеет права никто оскорблять царя, потому что Бог поставил царя. И оскорбляет царя, человек оскорбляет Бога. То есть, смертная казнь. Даже если царь говорит, да ладно, неважно, там, чего там против меня восстал, я тебя прощаю. Написано, не имеет права царю так поступить. Теперь, когда Урия Хитиец дважды ослушался приказ царя и повел себя по отношению к царю неуважительно, царь ему говорил, иди домой. То он этим самым, по закону, его надо было убить, да, по закону. Теперь царь Давид этого не сделал, но он написал письмо, что поставьте его, пошлите его в опасное место, пусть он там погибнет. Значит, но по закону Урия и Хитиецы должны были казнить за восстание против царя. И когда он там погиб, на том месте, на фронте, то, в принципе, это свершилось то правосудие, которое должно было свершиться. То есть, получилось так, и с момента, как он ушел на фронт, Батшева была свободна, свободная женщина. И поэтому царь Давид, когда он с ней соединился, то он уже соединился со свободной женщиной. То есть, ведь на небе нет времени. То есть, время существует только у нас в голове. То есть, когда человек вот сейчас здесь сидит, ему кажется, что есть время вперед, есть время назад. На самом деле нет, ни вперед, ни назад, нету. Есть только одно время, сейчас. И все, что человек думает у себя в голове, это он себе как бы растягивает свое сейчас в голове и думает, будет завтра, было вчера. А по факту всегда есть только сейчас. И на небе есть только сейчас. Понятно, да, идея? И поэтому, так как все эти события происходили только для нас в голове, они были в какой-то последовательности, а для них все это происходило сейчас, то в тот момент, когда это происходило, так как следующий момент сейчас, когда Урия не пришел домой, он тоже уже произошел, значит, она была свободна с момента, как Урия-Хитейс ушел на фронт. Это имел в виду царь Давид, когда, как это имел в виду царь Давид, вернее, Иуда, раб Иуда, когда сказал, что тот, кто скажет, что царь Давид согрешил, он ошибается. Понятно, да, логика? Хорошо, двигаемся дальше. Двигаемся дальше, мы переходим на седьмую главу. Седьмая глава, и в седьмой главе начинается опять все с вступления, с важной вещью, что царь Соломон, он нам говорит всем, говорит, бни, сынок. То есть мы для него как сыновья, потому что тот, кто дает мудрость, он становится как отец, то есть он источник мудрости, а для него источник мудрости это был Бог. Поэтому Бог говорит людям, которые изучают мудрость Бога, они говорят, сыновья вы для Бога. Что значит сыновья? Не физически сыновья, а тот, кто живет по заветам, ну то есть тот, кто берет это знание и делает его своим, то он становится как сын. И царь Соломон, который был для Бога как сын, и он нам говорит, бни, сын. И все это идет от Бога, да, как в Перте вот сказано, рассказал Раби Атива. Раби Атива сказал так, что он говорит, хавив адам, прекрасен человек, который сотворен по образу Бога. То есть любой человек, он сотворен по образу Бога. Дальше он пишет, хавивим Исраэль, прекрасный, еще больше Исраэль, да, сына Израиля, которые называются сыновья для Бога. Сыновья для Бога. И что значит сыновья для Бога? Это те, которые приняли полностью как операционную систему, как самовосприятие Исраэль, прямо к Богу. То есть тот, кто живет прямо по заветам Бога, он называется Исраэль. Даже если он родился не еврей, то тот, кто принимает Тору и говорит все Богу, на Севенешма сделаем и потом будем разбираться, буду соблюдать все заповеди, все же написано, вот это мое мышление, да. Все, он в этот момент становится Исраэль. Любой человек, независимо от того, где он родился, как он родился, он может стать сын Израиля. Вот такая вот. Там есть небольшие нюансы, небольшие исключения, кто-то там не может, ну, есть нюансы, это если кому интересно. Современные люди все могут стать. То есть когда-то были, были когда-то там мавитяне, амунитяне, амалититяне, были народы египтяне, те древние египтяне, у них были какие-то условия, как они могут. То есть была у них какая-то там сбой в программе, который им мешал присоединиться к Богу. Хорошо. Значит, все остальные могут. Итак, Бни Шмор Амарай, говорит в 7 главе царь Соломон, сынок, сохраняй мои слова. Значит, мы уже знаем, что Амарай имеется в виду слова, слова Торы. То есть есть в Торе, есть мировоззрение Торы, да, это описание Торы, знание о том, как устроен мир, как он работает. Есть Каббала, это, которая говорит о том, как Бог сотворял мир и как устроен духовный мир. И вот эти духовные миры, они по каскаду спускаются сюда и потом попадают в наш материальный мир. И вот есть это как разные уровни Торы. Есть люди, которым интересно, вот именно, как устроены духовные все эти миры. Это Каббала. Есть люди, которым интересно, как устроен внутренний мир человека. Это вот, как бы, переход Каббалы в современность такую, ну не в современность, в реальность уже, да, материальную. Это Хасидуд. Есть люди, которым интересно очень Аллаха и законы, как это все уже преломляется в материальном мире, вот четко, как этот материальный мир работает. И это все Тора, только это все разные уровни, разные уровни изучения Торы, разные уровни point of view, куда человек смотрит. Значит, и в любом случае, амарай – это то, что рассказывает повествовательная часть, слова Торы. А есть приказы Бога, да, это то, что Бог сказал делать. То есть это те действия, которые ты обязан делать, независимо от того, что ты изучаешь. Каббалу ты изучаешь, Хасидуд ты изучаешь, как работает этот мир ты изучаешь, психологию Торы ты изучаешь. Приказы Торы – это для всех они одинаковы. Просто кто-то ищет их корни там в духовных мирах, потому что все, что есть в нижнем мире, оно сюда спускается из верхних миров. Есть люди, которые говорят, на севнишма, сделаем, и даже потом можем и не разбираться, как Бог сказал делать, буду делать. Даже если я не понимаю, зачем делать, как делать, я все равно буду делать, потому что Бог сказал, и все. Значит, и вот здесь говорится, бни шмор амарай. Вот эти вот амарай, слова Торы, понимания Торы, его надо сохранять. То есть его нужно сохранять, изучать, освежать у себя в голове. Потому что как мышление так работает, что очень много там мыслей внутри. И все эти мысли, они внутри, ну, они внутри, то есть не в подсознании. А в сознании человек обдумывает то, что сейчас к нему попало в голову. Вот все самое последнее и не самое важное. И если ты постоянно не добавляешь себе Тору вот в свое поле, поле мышления, то тогда у тебя в этом поле все время варятся в этой кастрюльте, варятся все время какие-то вещи сиюминутные, да, которые сейчас происходят вокруг тебя, да. И ты думаешь, там, вот, какие-то новости, какие-то песни, какие-то люди. То есть ты уходишь от глобального знания, да, такого мощного, от Бога, и погружаешься в детальные какие-то вещи. Поэтому нам говорится, шмор амарай, сохраняй слова Торы. То есть для этого нужно их все время повторять, читать, обсуждать. Умитсвотай тицпон и тах. Вэмитсвот, митсвот, это именно приказы Бога, они все время будут при тебе. То есть здесь именно митсвот, что надо делать, они вообще должны быть всегда с тобой рядом, потому что каждое твое действие, оно может быть или по тому, как Бог сказал, или против того, что Бог сказал. Если ты не будешь знать заповеди, как делать, то ты можешь прям конкретно так наошибаться, что не дай Бог, да. И все вот эти вот теоретические знания Торы, они, наоборот, вредят тогда человеку, потому что тот, кто знает и не делает, он намного хуже того, кто не знает и не делает. Потому что тот, кто не знает и не делает, его преступление только в том, что он не знает. И то, что он не хотел узнать. Но тот, кто знает и не делает, это очень опасно. В Экклезиасте, в Каэлите написано, что умножающее знание умножает скорбь, умножает боль. И у кого вырастает постижение, у него вырастает гнев. Это как раз именно об этом сказано. Что чем ты больше знаешь, то у тебя больше боли, что ты это не делаешь, что люди это не делают, что люди занимаются чем угодно, только не тем, что важно для Бога. А когда постижение у человека увеличивается, он начинает видеть вещи вглубь, он понимает закономерности, которые действуют, то в этот момент он умножает каас. Какой каас? Или свой гнев он умножает. Он говорит, почему люди так живут? И он начинает от этого гневаться, на людей начинает гневаться. А в это время, мы же знаем, гнев-то его тоже сжигает. И Бог начинает на него гневаться, потому что та мера, которую человек меряет, меряет ему с небом. То есть человек, который начинает гневаться внизу, то он пробуждает гнев по отношению к себе на небе. Ну и понятно, да, как это работает. И как раз все время Бог нас проверяет, это я не устаю подчеркивать. Я всем очень советую, это один из главных моих, вот если спросить меня, главный совет у меня в жизни какой? Главный совет в жизни, одна из главных идей, это не судить других людей, потому что когда ты судишь других людей, то ты в этот момент судишь конкретно себя и устанавливаешь меру суда на себя. Это люди обычно других судят строго, а хотели бы, чтобы их судили мягко. Но это неправильно. Если ты хочешь, чтобы тебя судили мягко, не суди других строго. То есть ты должен быть мягким. Ты хочешь, чтобы тебя везде понимали, пойми других. Ты хочешь, чтобы там к твоим каким-то ошибкам, слабостям относились, ну, как ты к ним относишься в принципе, да? Так других тоже не суди. Понятно, да, идея? В общем, бни, говорит царь Соломон, сохраняй слова мои, сохраняй знания и заповеди, пусть будут всегда с тобой. Это первый отрывок в седьмой главе. И второй отрывок. Второй отрывок. Значит, сохраняй мои митцвод, шмор митцватаи, сохраняй заповеди мои, в их е, и будешь жить. То есть тут интересная вещь, что есть Мишна, которую мы читаем все время перед Пертьевод. То есть Мишна, дело рук, вот эти вот митцвод, которые ты делаешь именно телом, они, это то, что переводит вот это вот материальное тело и материальную энергию, переводит в духовное состояние, в духовный мир. Поэтому перейти к вечной жизни можно только через выполнение митцвод. Митцвод, заповеди и сторы. Лоа мидрашу икар эля маасе, не мидраш, не учение этой основы, а дело, говорил там Раби Шиман, что имур маатвасе арбе, говори мало, делай много. То есть нужно прям конкретно, есть книга заповедей, называется сокращенная книга заповедей, Хафетсхайм, написал специально эту книгу, чтобы нам всем обозначить те заповеди и сторы, повелевающие заповеди, которые актуальны в наше время. Наше время из 248, сейчас есть у нас 365 запрещающих, и 248 повелевающих заповедей. Так вот, из 248 повелевающих заповедей, на сегодня актуальны только 78. И Хафетсхайм в своей книге, сокращенная книга заповедей, все эти 78 заповедей переписал, объяснил. И он говорит, делайте их. Это самое мощное вообще служение Богу, выполнять заповеди и сторы с намерением выполнить приказ Бога. Вообще все дела твои должны быть во имя небес. Но, так в перте вот сказано, но именно заповеди и сторы, когда ты прям с намерением говоришь, вот сейчас я выполняю заповедь изучать Тору. Вот есть такая заповедь изучать Тору. Вот если сейчас об этом подумать и сказать, вот сейчас я выполняю заповедь изучения Торы. Все. Это сразу жух. Да, приказы Торы это заповеди. Заповеди Бога. То есть есть конкретно в Торе 613 заповедей. 613 из них 248 повелевающих и 365 запретов. И это именно вот те вот главные ключевые действия, на которых потом одета вся остальная, вся остальная как бы интерфейс. Но вот эти вот 248 повелевающих и 365 запрещающих, это основа. И есть еще здесь, ну, на сегодня, почему осталось 200, осталось только 78 повелевающих и где-то 177, по-моему, запрещающих. Потому что очень много было заповедей, связанных с храмом. Был храм, был царь, были священники, были жертвоприношения. То есть были пророки. То есть были заповеди, которые на сегодня мы выполнять не можем. То есть, ну, фактически нет условий для того, чтобы можно было их исполнять. И, значит, поэтому у нас осталось 78 и 178. Вообще немного. Все остальное это слова Торы. Все остальное это смысловая нагрузка Торы. Это знания Торы. А именно заповеди, то, что здесь говорится, шмормицватай, сохрани заповеди и живи ими. То есть вот эта вот жизненность, жизненная сила, вечная жизнь, они идут только через заповеди. Выторати кэйшун энеха. И храни Тору мою, Тора моя, как ишун энеха, как зеница, как зрачок глаза. То есть сохраняй, как ишун. Значит, что это значит? Тору, сохраняй мою, как зеницу глаза. Когда человек живет в этом мире, он смотрит на мир сквозь призму, не глаз своих, а своих убеждений. То есть глаза, в принципе, это только механический такой аппаратик, который принимает световые волны и переводит световые волны через палочки-колбочки в электрохимический такой импульс, который идет по нерву глазному, идет в мозг, и вся остальная история, картинка, цвета и так далее, оно все идет в мозгу, не в глазу. Глаз это чисто механический такой, как объектив фотоаппарата. То есть объектив фотоаппарата, это не фотоаппарат. Объектив фотоаппарата, он только преломляет внешний луч, и потом внутри шлет его на матрицу, а там работает компьютер. То же самое происходит в мозге человека. Так вот, дальше вот этот вот электрохимический импульс, он идет через призму знаний человека о мире, через призму его убеждений, через призму его предварительных каких-то идей, которые в него напихали, нашифровали, вообще непонятно, откуда их взявшие люди. И поэтому говорит нам царь Соломон, что ты, проверяя все, что ты видишь, Тора, я сегодня, интересно, бегал, и у меня была такая идея, что вот мы все время принимаем решения, и некоторые решения очень важны для дальнейшей нашей жизни, для жизни наших детей, на все поколения. Какое-то решение может быть судьбоносным на все поколения. Вот человек, например, там решает, жениться ему или не жениться, или завести ребенка сейчас с этой женщиной, или не завести. И это решение, то есть если он решит да, тогда пойдут, может быть, там тысячи людей. А если он скажет нет, то никого не будет. Понятно, да, идея? То есть иногда бывают очень судьбоносные решения. Я сегодня бегал, когда я думал, как не ошибиться, как принимать правильные решения. Я когда-то целую там написал в книге «Сделать свой первый шаг», есть там пять, я искал способов, как это делать. А сегодня я нашел шестой способ, интересный. Я подумал так, что у меня весь мой жесткий диск заполнен знаниями, ну, прошлой эпохи, да, Харьков, спортинтернат, какие-то книги непонятные, какие-то люди, с кем я общался первых, там, 25 лет своей жизни, не всегда хорошие, адекватные и правильные. Песни я наслушался там, у меня фанатете, Розенбаум, Шефутинский, Новиков, зачем они мне нужны, непонятно. Но в то время как-то слушали эти песни. И у меня они прям до сих пор сохранились. Я думаю, что когда я сейчас принимаю решение, то у меня весь этот багаж, он мне мешает. То есть он создает шумы, которые меня приводят к... Ну, они как бы замутняют мое восприятие. Я придумал такую вещь интересную, что иврит я начал учить, когда мне было 26 лет. То есть я переехал в Израиль, начал изучать Тору и выучил иврит. И на иврите у меня есть только Тора в голове, только чистые слова. Я не знаю, ни одного ругательства на иврите. У меня нет никаких песен там. То есть у меня на иврите есть только слова Торы и какие-то мудрые мысли. На английском у меня есть только психология и мотивация. То есть у меня есть только такие тоже достаточно чистые мысли. Я подумал, что если мне надо принять решение, то мне надо думать не на русском, мне надо думать на иврите или на английском. А если очень важное решение, то мне надо вначале обдумать его на иврите и записать свои выводы, предположения, а потом обдумать его на английском и записать свои идеи и потом сравнить. То есть мне кажется, что на английском и на иврите я буду думать чище и не будет много шумов, которые будут мне мешать. Вот такая у меня сегодня возникла идея о обдумывании важных для себя решений. И я в этот момент, когда я это бежал и думал, я вспомнил совет один, который дают людям, которые, ну вот их охватывает какая-то эмоциональная буря, а они хотят оставаться спокойными. И я когда-то слышал этот совет, тоже перейти в мышление на другой язык, на неродной язык. И тогда у тебя более включается рациональная часть мозга и отпускают вот эти вот старые эмоциональные связи. Вот такая вот то, что я хотел сегодня рассказать. На этом мы заканчиваем сегодняшний урок. Давайте сделаем выводы. Какие мы сделали выводы сегодня? Я сделал вывод, что надо сохранять. То есть нужно максимум заполнить свою голову словами Торы, заповедями и принимать свои решения. Вообще, особенно важные решения принимать только исходя из Торы и исходя из заповедей. Потому что, в принципе, для долгосрочной перспективы святать и вечная жизнь, она важнее всего. И помощь Бога важнее всего. Это у меня как бы вот такой вот сегодня вывод. Да. Хорошо, дорогие друзья. Вот я сделал свои выводы. Сделайте свои выводы. Все поздравляю с Днем Победы. То есть, слава Богу, что в 45-м году победили зло. Вот такие захватили тогда власть демоны просто, настоящие демоны. И эти демоны, они хотели уничтожить мир и хотели, уничтожали людей. А добро в лице разных людей добро победило. И этих демонов кого-то уничтожили, кого-то нет, к сожалению. Но, опять же, видите, не судить, не судить. Напомню мне, Дмитрий Тим, что суд уже над ними произошел. Есть судья праведный, он всех судит. Я судьей не буду. Каждый из нас должен на своем месте отодвинуться от зла, делать добро. Но радоваться победе над злом, это добро, мне кажется. Все, давайте радоваться победе над злом. И благодарность тем, которые эту победу принесли, это тоже добро. Благодарность это добро и благодарность Богу, который все-таки всем нам показал, что зло наказуемо, что добро все равно в конце концов побеждает. И значит, все, двигаемся в сторону Бога. Удачи, успехов, все. С днем победы.